Сойфер Стам, Сойфер – тот, кто пишет, Стам, Сейфер Тура, Тфелин и Мезуза. Я предлагаю открыть Мишна Брура и почитать Мишна Цуфрим. Там он коротко рассказывает, коротко объясняет форму букв. То есть, как буквы должны выглядеть. Буквы, которыми пишется Сейфер Тура, Тфелин и Мезуза, должны выглядеть определенным образом. Мы посмотрим, скажем так, почитаем, посмотрим картинки, чтобы было понятнее. Ну, а также по ходу дела буду рассказывать, например, на днях писал Мезузу. И вот такую кляксу поставил. Писал букву Алиф, и у меня чернила. Вот так. Что делать? Как такая вещь исправляется? Это не буква Алиф, это непонятно что. То есть, надо снести вот эту кляксу. И тогда получается, что у нас нет буквы. То есть, нужно сделать так, чтобы тут не было буквы. Нет необходимости полностью ее стирать. Достаточно сделать, достаточно, чтобы форма, то есть, достаточно, чтобы то, что было написано, не имело формы буквы. И потом вот я здесь ее написал. Подождал, когда она высохнет. Стер. Потом написал. Вот она. И продолжил. И получилась вот такая Мезуза. Почитаем Мишну Бруру. Читаем, потом смотрим картинки и разбираем. Мишне Бруру, Мишне Сойфри. Цурас Ойс Алиф. Форма буквы Алиф. Тие некуда хаэльюна кеэйн юд. То есть, некуда хаэльюна точка сверху. Вот то, что у меня получилось кляксой, это называется некуда хаэльюна точка сверху. Вот первая картинка. Здесь под картинками цитаты из того текста, который мы только что прочитали. Цурас Ойс Алиф. Тие некуда хаэльюна кеэйн юд. Вот это называется некуда хаэльюна точка, которая сверху. Она должна быть похожа на букву юд. Ве окиц катан алеха лехадхила. И вот этот вот окиц катан, вот это называется окиц. То, что обозначено буквой гиммл, называется окиц катан. Вот он должен быть лехадхила изначально. То есть, если его нету, то буква алиф кашерна. То есть, вот на той кляксе, которую я исправил, там этого окица нету. И тем не менее, буква алиф кашерна. Но, чтобы это было красивее и, разумеется, дороже, нужно, чтобы здесь был такой окиц. Ве окиц катан алеха лехадхила, то есть, изначально. То есть, понятно, что такое лехадхила. Лехадхила означает изначально, но если так не сделал. Бдеевит, то это тоже кашера. Панеа им ха окица фух кцат клапей мало. То есть, ее, вот он тут стрелочкой нарисовал, ее как бы панеа лицо, оно обречено вверх, вместе с этим окиц. Дальше, третье. Ве е е рых хаюд давук эль гага хагуф лехадхила бэ эм цагаг. Е рых, вот эта нога, скажем так, нога этой буквы юд, он должен посередине вот этой гага, крыши, быть изначально. Если чуть выше, чуть ниже, это тоже кашер, но чтобы это было красивее, это должно быть посередине. Четыре. А валь икраха двейко, угу лейкува, а вот двейко, да, то есть, но само присоединение это лейкува. То есть, если этого нету, то это не считается буквой алиф, кашерной. Ее нужно исправлять. То есть, если ныкуда эль юна, то есть, вот эта вот точка, или та, которая внизу, не присоединена, то это пасуль. То есть, это не считается кашер. Дальше, пять. Вот это называется софагаг, конец крыши. Ну, так это называется. То есть, софагаг вот так пишется, и вот это конец крыши, он должен чуть акум, акум, ну, буквально искривленно имеется, но вот это вот, вот это вот так, оп, чуть-чуть вверх лейхадхила. То есть, если этого нету, это тоже кашерно. Но чтобы было красивее и, разумеется, дороже, оно должно быть вот так. Дальше. Вэга некуда шелемата. Вот это называется некуда, точка, которая внизу. Шелемата тие рехука мин рош шелягак лейхадхила кешиур ови кулмус вахецы. То есть, это называется рошагаг, это называется софагаг. То есть, про софагаг мы только что говорили. Теперь рошагаг. Расстояние между вот этой вот крышей и точкой, которая внизу, должно быть кулмус вахецы. Полтора кулмуса. Теперь, что такое кулмус? Вот это там, то, что он там объясняет, это называется кулмус. То есть, то, чем пишут. И еще один момент, который мы только что упомянули. Вэ ла некуда тахтуна и е лехадхила окицкатан лимата. Вот это называется некуда тахтуна, нижняя точка, должен быть окицкатан, окицкатан ми лимата. То есть, если, например, скажем, мы пишем, пишем букву Юуд, это называется таг, таг, а вот это называется ее ерех, ерех. То есть, нога. Верхняя накуда, она прикрепляется ногой вот сюда, а нижняя накуда, прикрепляется к крыше, снизу вот своим тагом, к мой Юуд. Шеталуй бы такшила бы гуф хаалэф, которая висит на своем таге, на основной части буквы А. Субтитры сделал DimaTorzok